Всем привет! Меня зовут Айжайна. Сегодня в гостях у нас Иржан Уналбаев, сооснователь проекта Дарын Онлайн. Здравствуйте, Иржан. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, о проекте Дарын Онлайн? Платформа Дарын Онлайн — это, в первую очередь, для школьников. На нашей платформе получается вся школьная программа, и дети, и учителя, они могут и учиться, и контролировать учебный процесс онлайн. Чему вы обучаете в Дарын Онлайн? Какие именно уроки? В Дарын Онлайн на данный момент для школьников получается вся школьная программа с 1 по 11 класс. Плюс еще для учителей и для руководства школ, например, для них полностью блок управления, они управляют, полностью контролируют весь учебный процесс, ученики какие предметы учат, по каким предметам сдают тесты, по каким предметам сдают, решают задачи, сколько они набирают баллов, полностью все это контролируют. Плюс еще для учеников, учителей и просто для пользователей обширная база дополнительных курсов, начиная от шахмата, грубо говоря, вплоть до фортепиано курса. На предыдущем интервью спикер говорил, что стартап это обычно что-то, что решает какую-либо проблему. Какую проблему решаете вы? Например, для горожан это, возможно, не такая большая проблема, но для учеников сельской местности, например, у них нет доступа к качественному контенту, особенно на казахском языке. Вот идея нам пришла года два назад, автор идеи это наш основатель Айбих Куатпаев, тогда он нам говорил, вот ученикам сельской местности крайне не хватает казахского контента и качественного контента, в первую очередь. Тогда, например, у нас, вот где вот для Арнонлайн все это начиналось, это Южно-Казахстанская область, Туркестанская область. Наши ученики близ города, которые жили в ауле, они в день тратили час туда, в Шымкент, там они готовились у репетитора и обратно домой ездили тоже целый час. Они, получается, уже два часа только теряли каждый день, только на дорогу, потому что в ауле не было компетентных учителей, высококвалифицированных, плюс еще с казахским контентом, вы сами понимаете, всегда дефицит был. Вот, видя все эти проблемы, вот, пришла такая идея, то, что нужна онлайн-платформа, где ученики сельской местности, они могли бы получить качественный контент у качественных учителей, высококвалифицированных и по доступным ценам, получается. И так и пришла идея, и мы решаем эту боль. Потом плюс еще, как мы запустили, мы в октябре 2019 года уже стартовали, получается, год назад. И уже в марте, получается, все мы знаем, что случилась пандемия. И во время пандемии мы всем ученикам, всем школам, получается, предоставили бесплатный доступ. Благодаря этому ученики учились, в прошлом году четвертая четверть, они полностью учились на платформе Дарн Онлайн. И мы какую-то боль республики, можно сказать, и решили тогда, в тот момент. Сколько лет существует ваш проект? Идея пришла года два назад. Потом мы это вынашивали долго, потом экспериментировали. Мы собирали фокус-группу из учеников, экспериментировали и в итоге определили. И полностью запустились год назад. 26 октября 2019 года проект стартанул. Сколько пользователей за все время уже прошли обучение на вашей платформе? На данный момент на платформе Дарн Онлайн зарегистрировано 3 миллиона, почти 100 тысяч пользователей. Из них 2,6 миллиона, получается, ученики. Остальные — это учителя, их родители, плюс еще другие пользователи. Как вам удалось за весьма такой короткий период охватить такое количество пользователей? Расскажите, пожалуйста. Думаю, ваш ответ будет полезен для наших студентов. В первую очередь, это наша команда. Команда очень высококвалифицированная. Во-вторых, это качественный контент, еще и на казахском языке. Я вам так скажу. До карантина у нас было зарегистрировано 20 тысяч человек, а после карантина уже стало 2 миллиона 700 тысяч. Мы к этой цифре все равно пришли бы, например, на 2 миллиона 700 тысяч. Тогда еще, после карантина. Но карантин, пандемия ускорил просто процесс. Были ли у вас какие-то проекты до Даррен Онлайн? До Даррен Онлайн у нас IT-проекты были несколько. Были успешные, были провальные. Ну, это, в принципе, как у всех. Иржан, какой опыт вы переняли с ваших неудавшихся проектов? Можете, пожалуйста, дать топ-советов для начинающего стартапера? Это очень хороший вопрос. Мой совет начинающим стартаперам – это никогда не сдаваться, потому что IT-это очень тяжело, это нелегко, это порой бывает очень нудно. Но надо постоянно работать, 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 работать. Надо полюбить это дело. Если ты полюбил, у тебя все получится. Если это не твое, это через год, полгода человек уже все бросает. Следующее – это неудача, например, в сфере IT-это в порядке вещей не бывает. Это крайне редко, когда человек с первого раза стрельнул. Это обычно через провал, 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 только потом успех. Потом еще один совет. Если есть возможность, работайте без инвестора. Но все-таки, если вы привлекли инвестора, у вас должна быть остаться львиная доля акции. Инвесторам должны быть максимум 20%. Максимум 20%, не больше. Потому что если вы, например, с инвестором работаете 50 на 50, то через несколько лет это будет уже проблема, потому что вам будет трудно работать. Вот такие вот. А по поводу инвестора вы имели в виду в начале? Да. Можете рассказать, сколько ребят в вашей команде и какие это специалисты? В платформе Дарн Онлайн на текущий момент работает 473 сотрудника. Из них в основном это контент-мейкеры, это учителя, ребята, которые занимаются чисто контентом. Потом наши великолепные программисты, наши дизайнеры, потом топ-менеджеры, управления. Потом мы же работаем как сеть франшизы. Получается, в каждом регионе у нас есть франшизы, наши партнеры. И у каждого партнера есть, собственно, отдел продаж, менеджера, руководителя отдел продаж. Вот, получается, и остальные наши сотрудники – это специалисты по продажам в регионах. А в самом стартапе сколько человек? Вот с самого начала? В начале было в районе 7, по-моему, человек. Потом постепенно-постепенно, даже если до такого размера. Иршан, можете рассказать о платформах, где молодые стартаперы могут найти инвестиции? Сейчас это очень, ну, в принципе, доступно. Раньше, например, такого не было, таких возможностей не было. Естественно, например, во-первых, есть Астана Хаб, где можно любой стартапер со своей идеей прийти, там, пройти какую-нибудь акселерацию. Плюс еще много сейчас таких акселераций. Например, плюс еще есть, многие не знают, хотел бы и начинающим стартаперам тоже сообщить. Акционерное общество, фонд науки, они сейчас открыли такую площадку. С одной стороны, они привлекают начинающих стартаперов и за свой счет полностью их обучают. Эти стартаперы проходят как акселерацию. Плюс еще это все безвозмездно, бесплатно для стартаперов. И фонд науки привлекает еще потенциальных инвесторов. Получается, роль фонд науки – площадка, где встречаются с этой стороны уже обученные стартаперы, с этой стороны потенциальные инвесторы. И эти стартаперы выступают и презентуют свои проекты. И, например, много проектов, которые вот так и привлекают хорошие инвестиции. По вашему опыту, на каких условиях инвесторы вкладывают деньги? Это очень больной вопрос, потому что в Казахстане еще нет культуры инвестирования. Наши инвесторы в основном инвестируют на проекты, которые уже есть MVP, минимальный жизнеспособный продукт, либо на продукты, которые уже работают, действующие проекты, действующий бизнес только инвестируют. А ангельские инвесторы пока в Казахстане – это большая редкость, которые на идею инвестируют деньги. Поэтому проекты, которые уже существуют, уже есть MVP, или даже которые уже зарабатывают деньги, им гораздо легче привлечь инвестицию. То есть на масштабирование, на экспансию выйти. На такие цели легче привлекать деньги, нежели на первом этапе, на раунде А или Б. Расскажите, какие дальнейшие планы развития у вашего проекта? Проект Дарн Онлайн сейчас, он не только для школьников, как изначально мы планировали, как мы видели. Сейчас там много курсов, очень много дополнительных курсов. Мы развиваемся сейчас в сегменте дополнительных курсов. Будем развиваться в сегменте университета, колледжа. Плюс еще мы уже начали международную экспансию. Мы видим направление, это постсоветские страны, плюс еще Юго-Восточная Азия. Именно те страны, где нет, то есть где английский язык еще особо не популярен, где нет английского языка, можно сказать. Плюс еще в СНГ мы заходим на такие страны, например, мы начали уже в Узбекистане. На следующем году уже наш проект начинает уже стартовать в Узбекистане. Такой же метод работы. У нас уже алгоритм успешной работы есть. По таким же алгоритмам получается Узбекистан, потом Туркменстан, Таджикистан, до Турции, плюс еще Юго-Восточная Азия. Там страны не такие, например, как Сингапур, Малайзия. Потому что, почему именно не они? Потому что там население полностью знает английский язык, и у них есть доступ на международные курсы, например, да, вот курсы Аэрай, Юдеми, Ханакадеми, например. У них есть… Они, получается, не голодные на контент. У них есть выбор. Они, можно сказать, избалованные. А есть страны, где, например, население не знает английский язык. Вот именно на те страны мы будем ориентироваться. Можете сказать, почему быть айтишником — это круто? Почему круто? В нашем случае, как минимум, мы обучаем учеников, мы им даем доступный и очень качественный контент. Таким образом, мы воспитаем поколение, можно сказать. У нас лучшие учителя обучают, например, сельских школьников, где нет доступа. Эти школьники, например, завтра станут высококвалифицированными специалистами. Они хорошо сдадут ЕНТ, они поступят на хорошие вузы. Они у наше будущее. Плюс еще мы сейчас начинаем наш очередной продукт. Это для дошкольного возраста, для детей. От 3 до 6 лет проект называется «Wordagen», то есть «Wordageneration», то есть поколение Уорда. Ведь наши предки – это «Золотая Орда», «Аху Орда», потом «Аллаш Орда». Это все наши предки, они великие люди. Мы, например, на казахском можно… в этом направлении мы сейчас подготовили сказки на казахском языке. Это полностью IT-проект, это прямо со своими новинками. то есть мы этими сказками современными, где дух, вот «Аллаш Ординцев», например, мы прививаем детям. То есть этим мы, например, воспитаем целое поколение. Через лет 20, например, у нас уже другое поколение будет, которое… они будут чтить наши традиции, они будут знать нашу историю, наш язык, они будут все образованные, все… они будут полиглоты, например, они будут играть на все музыкальных инструментах, потому что все эти курсы у нас есть, мы все это даем, очень все доступно для учеников. Вот так мы воспитаем целое поколение. А это очень круто. Помимо этого, на это можно очень хорошо заработать. Иржан, вы упоминали о фонде, можете рассказать подробнее? Да, конечно. Акционерное общество «Фонд науки» сейчас, как до этого я говорил, ищет такие проекты, стартап-проекты. Сейчас на экране будет электронная почта моя, можете туда скидывать ваши презентации, о вашем проекте информацию. И пройти в фонде науки получается полностью акселерацию, и они вам предоставят инвесторов. Вы перед инвесторами защищаете свои проекты. Если найдете такого человека, инвестора потенциального, там дальше уже сами договоритесь. А до этого, как с инвесторами общаться, как презентовать, как вести себя, как стоять, как сидеть полностью, полностью во время акселерации, научат вас. Иршан, как раз по этому поводу. Если у нашего студента есть бизнес-идея, готовы ли вы стать ментором для него? Конечно. Это прекрасно. С удовольствием. Отлично. На этом у нас все. Спасибо вам, что просмотрели данный ролик. Спасибо вам, Иршан, за уделенное время. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии. Также пишите, кого бы вы хотели видеть на следующем интервью. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok